Здравствуйте, уважаемые любители битвы за Средиземье. Это я, Блэк. Сегодня мы продолжаем говорить об онлайн-игре Властелин Колес. Сегодня мы поговорим о Гондоре. У Гондора есть такие войска, которые считаются элитными гондорскими войсками. Это Стражи Стадели, но они крайне редко используются в игре, хотя очень красивые по своему внешнему виду. И мощные они, имеют хорошее здоровье в блоке, но очень редко их удается юзать. И сегодня мы поговорим о игре Рохан Гондор на Изенских Бродах и в таком варианте стратегии, в которой используется Стражи Стадели. Здесь вот Гондор, который решает играть таким образом. Он идет двумя отрядами солдат в нападение. Ну, как бы, Рохан ничего здесь такого оригинального не играет. Идет вот отряд крестьян и хоббит тоже в нападение. Здесь мог Рохан успеть первый и застроиться, но как бы был занят другим. А Гондорские солдаты здесь вот уже атакуют. То есть, какая как бы здесь идея со стороны Гондора? Идея заключается в том, что нужно быстро очень улучшить казарму до второго уровня, чтобы были Стражи Цитадели. И этими Стражами Цитадели можно играть против первых коней. И можно играть... И можно играть на крипах. То есть, можно крипы брать этими войсками. Я сам вот, ну, недавно посмотрел, как бы, эту стратегию. Я ее раньше видел, но сейчас в действии я ее посмотрел в игре Виктора и Рингла. Вот этой игре, которую мы смотрим. И попробовал ее против таких реальных игроков. Против того же Рингла я ее пробовал. И против Пиппена. Причем в игру. То есть, я поиграл вот против Рохана. Единственное, что я фиксил Гондор. Поэтому они как бы знали, что я Гондор. Они фиксили Рохан. То есть, вот такая здесь ситуация. Ну, теперь давайте конкретно по, как бы, раскладу на старте. Вот эти два отряда солдат, которые идут на падение Гондорские, они как бы забирают эту Роханскую ферму по-любому. Потом, дальше, они сражаются с крестьянами, которые здесь Роханские будут. Чем больше этих Роханских крестьян будет, тем, как бы, больше вероятность того, что эти солдаты сольются. Но, тем не менее, тем больше вероятность того, что вы, во-первых, прокачаетесь на них. Во-вторых, дольше не будет коней. Вот здесь только первые кони выпускаются. Что же делает Гондор? Гондор застраивается фермами. Кузни здесь, в этой ситуации, можно не строить. Я вот пробовал несколько вариантов. Сливается здесь Рохан, вот, против Хила. Против солдат с Хилом. И вкачивает солдат до третьего ранга. Короче, здесь Рохану не повезло. В принципе, здесь четыре вот эти вот, или сколько, пять отрядов крестьян, они могли убивать этих солдат. Здесь же, здесь же, здесь же, здесь же Гондор играет в защите. У него здесь и Хоббит есть, и у него здесь солдаты постоянно выходят. То есть, получается, Гондор свои фермы, он, как бы, должен удерживать. Вот здесь ему не повезло, он не успел застроиться. Здесь спрятался Роханский Хоббит, и, как бы, одной фермы нету. Но ситуация вот такова, что здесь уже вышли Роханские кони. И в данный момент есть вот на карте две фермы Гондора и ни одной Рохана. То есть, вот представьте себе такой старт для Гондора, в котором нету, нет у Рохана фермы. Это очень удачный старт. Ну, конечно же, у Рохана сейчас здесь вышли кони, ситуация будет меняться. Улучшена уже казарма, и вот они, первые стражи Цитадели выходят. Ну, как бы, по волшебствам все, как бы, стандартно. Берется хил, и потом дальше нужно, как бы, качаться до Гендальфа. Сейчас вот посмотрим, сколько вот сейчас у Виктора до Гендальфа. Ну, еще вот много. Но здесь вот один крип уже он почти взял, бежит на второй. Рохан отбивается вот в защите. Вот эти первые кони Роханские, они занимаются вот защитой. Плохая вот экономика у Рохана, потому что нет ферм. Поэтому вот второй отряд коней только заказывается. Дальше, как бы, есть варианты, как действовать для Гондора первыми стражами Цитадели. Можно... Это похоже очень на Изенгард, который играет тоже в пики. То есть, можно... Чем хороши пики? То, что они без апгрейда против коней очень хороши. Они остаются пиками. Вот Рохан здесь будет брать крип. Гондор взял уже один крип. И здесь вот Сражи Цитадели. То есть, они могут брать крип сами, а можно пытаться как бы ловить коней. То есть, вот здесь вот Гондор мог сюда бежать, в принципе. Не факт, что он бы успел первый взять крип, но мог. Сражи Цитадели, они, как бы, хороши тем, что, вот, если их поставить в блок, плюс 40 брони. То есть, в два раза они, как бы... Ну, не в два раза, в полтора раза они становятся, как бы, сильнее в защите. И они имеют возможность, как бы, вот, против, видите, против варгов. То есть, могут спокойно забирать крип, ничего им здесь, как бы, варги не могут сделать. Ну, конечно же, они там медленные, как бы, эти Сражи Цитадели. И кони, в принципе, могут здесь, как бы, пытаться забрать, что они делают у них крип. Ну, тем не менее. Эти Сражи Цитадели, которые выходят, они постепенно, как бы, будут здесь и на карте. Вот они стоят. Ну, то есть, похоже, как бы, похож стиль игры на игры Изенгарда в пике. Что, как бы, Гондор дальше будет делать? Дальше он будет делать Фарамира. Видите, все фермы застроены. То есть, никаких, никаких апгрейдов речь не идет. Будет делать Фарамира, и потом будет делать Гендальфа. Что может успеть до этого момента? Рохан. Рохан может, конечно, попытаться сыграть в Леголаса, но до Леголаса, сами понимаете, нужно много, как бы, денег накопить. Поэтому, пока выйдет Леголас, здесь уже Сражи Цитадели будут контролировать, скорее всего, всю карту. К тому же, здесь еще Фарамир, который выходит, он может, как бы, качаться на этих конях, которые здесь пока бегают. Может охранять вот эти ближайшие, вот эти вот места застройки ферм от, там, возможного, если он будет, Энтреша. Можно сюда поставить два отряда Сражи Цитадели, тоже уже будет, и там, и сюда сложно сделать Энтреш. То есть, как бы, Рохан здесь в такой трудной ситуации, потому что, как бы, понятно, что самый лучший расклад данной ситуации, это, конечно же, Энтреш. Потому что, ну, против Энтов, Сражи Цитадели, они, как бы, не очень, без апгрейда вообще, без вариантов. И Фарамир тоже один не удержит. Но факт в том, что Энтреш сложно сделать, потому что, как бы, Рохан нужно держать карту. А здесь карту очень сложно держать, потому что пики, кони без апгрейда очень быстро сливаются на этих Сражей. Они просто один раз наезжают на отряд, ну, на такой вот отряд наезжают кони, и все, их нету, даже не успеешь, вообще ничего там, и подумаем. Ну, вот здесь вот Рохан пытается без коня сражаться Элмером. Ну, Элмер, да, он может кинуть копье свое, убить, там, одного этого Сража. Ну, это все, что он может. Потом он просто может убегать и скакать вокруг них. То есть, давить их, как, там, каких-то пеших солдат, это бесперспективно. Вот тут Фарамер еще будет его ловить. Смотрим. Здесь Хилл был у Рохана. Ну, в общем, Элмер, как бы, здесь подействовал на мозг, но особо, как бы, бесперспективно. Поэтому, вот видите, как, как бы, карта принадлежит практически вся Гондору. Сколько у него очков? Три очка уже, то есть, есть и на Гендальфа, и есть уже и на Эльфов, и есть на Землю. И вот деньги на Гендальфа. То есть, в такой ситуации у Рохана уже нет шансов, потому что сейчас выйдет Гендальф, и можно там уже, как угодно, можно гонять коней, отстраиваться там, что угодно, аванпосты, сделать своих рыцарей там и так далее. То есть, в принципе, как бы, вот такая вот стратегия. Можно ее пробовать против Гондор-Гондор тоже. Конечно же, могут быть крестьяне, которые вот этих вот будут стражей цитадели, могут с ними сражаться, крестьяне, но фарамир может убивать этих крестьян, и, в принципе, стражей цитадели и со второго ранга, и в блоке, они тоже отлично, как бы, могут и с крестьянами бороться. Ну, то есть, я вот одну игру такую, как бы, недавно проиграл, одну выиграл, ну, проиграл, я начал делать зачем-то апгрейд стражам цитадели, и это, как бы, неправильно в этой ситуации, потому что надо делать, надо делать Гэндальфа, не надо вкладываться, как бы, в эти пики, потому что пики, они из пики против коней, и особо смысла как-то их апгрейдить здесь нет. Обыкновенных коней они и так будут побеждать. Вот как быстро здесь выходит Гэндальф, ну, игра здесь практически сделана. Даже вот Гондор здесь уже мастерскую себе строит, и у него есть все возможности, чтобы прямо уже начать штурм замка Рохана, а у Рохана здесь абсолютно никаких шансов нет в данной ситуации, вот он копит деньги, но даже если у него там выйдет какой-то герой, абсолютно ничего против Гэндальфа один герой не может делать, потому что больше никого нет. то есть вот такая вот стратегия для Гондора, очень, как бы, интересная, мне понравилась. Да, он Гроссмейстер, недавно написал по этому поводу у нас на сайте, что... что после вот этих стартов в бараке экономика Гондора вообще не может, как бы, прийти в себя и восстановиться, так, грубо говоря, она оказывается в жопе. Ну, это такое дело. Как бы, это не стандартная стратегия. Это стратегия для того, чтобы, как бы, на элементе неожиданности можно было, вот, победить так. Что здесь, как бы, может делать Рохан, это уже другой разговор для, как бы, другого обзора, о котором, возможно, мы поговорим в следующий раз. А пока вот, вот так вот, как бы, можно играть в Траже Цитадейли, такие гондорские пики. Спасибо за внимание. С вами был Блэк, играйте Оуркинкаль.